Так, короче, решил я разобрать и посмотреть, подойдут ли запчасти с китайского карбюратора на Микуни японский. Вот, начал я с той крышечки, которая у меня сломалась. Вот она, отвалилась вот эта херня сверху. Вот, в общем, открутил эту крышечку с китайского и попробовал поставить на японский. Так, сейчас она встает вообще идеально, все по дырочкам заходит. Здесь с помощью, ну, все это прижмется, соответственно, не будет никаких щелей. С помощью ринга там все замечательно входит. Вот, ну, единственное, что пришлось немножко вот эту вот пластиковую херню вот с этой стороны чуть-чуть ножичком подточить, чтобы она нормально садилась, потому что она задевала вот за эту часть, вот, и, ну, не хотела, короче, вставать в пазы. То есть, ее вот так вот вставляешь, потом начинаешь двигать, и она, короче, вот в этом моменте начинала, короче, делать голову. Вот, и немножечко я подточил, буквально 2 миллиметра, убедился в том, что воздух проходит через дырочки. Ну, соответственно, вот эта крышка, она подходит дальше. Вот эти вот штуки, не знаю, как они называются, это японский, ой, это китайский, извиняюсь, а вот это японская. Вот, они, в принципе, вроде как похожи, а вроде как и не похожи. Значит, смотрим на высоту, высоту резиночек. Что-то тут посмотреть. Ну, короче, японская чуть пониже получается, а китайская чуть повыше. Вот, и она поплотнее. Ну, может быть, на камеру не видно будет, но вот так вот, чуть-чуть она, короче, помощнее на китайском карбюраторе. Не знаю, как это сказывается на движении. Вот, я себе поставлю обратно японскую на свой старый карп. Буду использовать ее. Так, по поводу мембран. Вот справа стоит оригинальная японская, моя такая, с небольшими этими коцками. А эта китайская, вот. Это, значит, китайская игла. У нее нет никаких регулировок. А эта японская, вот, с регулировочками. Ну, короче, мембрану я всунул, а мембрана тоже подходит. Вот. Так, открыл я, короче, поплавковые эти камеры. У меня стоит 120-й жиклер. Если я не ошибаюсь, то. А здесь на китайском... Да что такое с фокусом? 130-й. Вот, как-то так. Так, ну... Сами поддоны, в принципе, одинаковые. Сейчас резиночки махну. Вот. Буду дальше работать. Так, выкрутил винты качества. Вот это вот, штатный, который у меня стоял, вон, 2,5 см. А вот это, китайский, 2,2 см. На моем, короче, была порвана резиночка. И я тупо, короче, снял резиночку и шайбочку. И сейчас вкручу обратно в свой. Закрыть и махну. Нет. Продолжение следует...